Российская армия укрепляется на левом берегу Днепра в Херсонской области и передислоцирует туда подразделения, чтобы избежать атак украинской артиллерии. Об этом сообщили в оперативном командовании ЮГ. Из РСЗО и танков российские военные наносили удары в направлении Чернобаевки, Антоновки, Приднепровского, Токаревки, Паричному порту и жилым кварталом Херсона. В результате атак дроном, который оккупанты снарядили снарядом ВОК в Береславе, ранен человек. Вооруженные силы Украины за последние сутки выполнили 33 огневые задания. На левобережье ликвидировано 26 российских военных, уничтожено два танка возле Олешек. Россию тем временем ждет очередная волна мобилизации, но она в итоге только ухудшит качество российских войск, сообщает Институт изучения войны. По мнению экспертов, это создаст дополнительную нагрузку на и без того перегруженный российский аппарат формирования войскового резерва. Эту и многие другие темы мы обсудим далее с Михаилом Подалеком, антикризисным советником главы Офиса президента Украины. Михаил, здравствуйте. Да, добрый день. Добрый, добрый. Итак, Михаил, ну вот комментируя вот эту вот новость последнюю, то есть мы понимаем, все понимают, что эффект будет противоположный от вот этой новой мобилизации. Пример вот этой частичной мобилизации, когда действительно начались еще большие проблемы, он подтверждает косвенно. Я не знаю, понимают ли это в Кремле, но зачем тогда сознательно вот они планируют еще очередную волну мобилизации? Ну, они находятся в состоянии эффекта, ведь они за три дня собирались закончить эту войну. И у них был один план, план, который был нереальный, зайти в Киев, повесить здесь флаг Российской Федерации и, соответственно, сказать, что смотрите, мы можем делать все, что угодно. Или даже план скорее был такой, пятидневной войны, помните, в 2008 году была пятидневная августовская война в Грузии. Вот Россия примерно так живет. То есть это малоинтеллектуальная страна, которая абсолютно точно не знала ни Россию, ни Украину, абсолютно точно не понимала, как будет развиваться война, и абсолютно точно сегодня не готова предпринимать те или иные шаги, которые могли бы улучшить их позицию. Это очень важно. Ну и, кстати, вы только что показывали блестящий репортаж, где было сказано, что Россия все свои захватнические войны всегда проигрывает. Конечно же, она их проигрывает в силу недостатка интеллекта как такового, в том числе военного интеллекта. Они не понимают, что происходит сегодня на поле боя, они не понимают, как реагировать на входящие вызовы, я имею в виду входящие военные вызовы. Они не понимают, как реагировать на то, что Украина в любом случае не реагирует на их ракетные удары. Да, у нас это тяжелая ситуация с точки зрения энергетики, но мы ведь с точки зрения консенсуса общественного не реагируем на эту попытку России принудить нас к ультимативному выполнению их требований. Они не понимают, как реагировать на эффективное продвижение вперед нашей армии. Вы только что сказали о том, что они пытаются укрепиться в оборонительных своих эшелонах, но это очень странно выглядит, потому что они и до, например, освобождения Херсона тоже там выстраивали какие-то линии эшелонированной обороны в Херсонской области, но очень быстро все это проиграли. Точно так же, как и в Карьковской области, и в Киевской области и так далее. То есть Россия неэффективна с военной точки зрения во всех смыслах слова. И пытаясь вот это как-то исправить, они думают, смотрите, ну давайте переведем экономику на военные рельсы. У них нечего переводить, у них нет экономики, у них только сырье, которое они продавали, так или иначе, используя его как оружие, например, на европейском рынке, я имею в виду газ, нефть и так далее. У них нет понимания, что делать. Они просто мобилизуют дополнительное количество живой силы для того, чтобы просто насытить эшелоны обороны без автоматов, без амуниции, без подготовки и так далее. Для нас, для Украины, конечно, ситуация выглядит тяжело, но тем не менее мы четко понимаем, что Россия делает. А зачем Россия продолжает обстреливать Херсонскую область, освобожденный Херсон, деоккупированные районы Херсонской области, терроризирует мирное население? Это что? Вы сейчас отвечаете на этот вопрос, она вас просто ненавидит. Вот лично вас ненавидит Российская Федерация и хочет максимально уничтожить не военную инфраструктуру, она ведь проигрывает, да, Россия проигрывает. То есть Россия репутационно выглядит как никчемная страна, которая не имеет серьезных вооруженных сил, кроме количества, не имеет серьезного военно-промышленного комплекса, высокоточного оружия. Ничего этого не имеет, ее оружие застыло на уровне 60-х, 70-х годов в исполнении Советского Союза. Но при этом она люто ненавидит вас. И поэтому, когда они уходят, они рассказывают эти сказки пропагандистские, мы пришли кого-то освобождать от нацистов, а действуют они исключительно нацистским методом. То есть они убивают мирных граждан, они говорят, смотрите, мы убежали, мы трусливая нация, максимально примитивная нация. Но так как у нас есть пушки, которые бьют на расстояние 20-30 километров, мы будем бить пожилым порталом, где живут дети. Вот так выглядит Россия. Просто ненависть к слову Украина. Мы должны это понимать. К сожалению, да, у нас находятся на линии огня там город Харьков, город теперь Херсон, город Николаев долгое время находился, да, то есть, соответственно, город Запорожье, Энергодар, Никополь и так далее. Это все города, которые находятся на линии удара, вот этими субъектами, которые нас люто ненавидят, не умеют воевать, трусливые, но просто воюют количеством оставшейся советской техники. Вы не должны искать здесь никаких дополнительных смыслов. Это все очевидно, написано, скажем так, чернилом по белому листу, где написано, что Россия никчемная страна. Но мы вас настолько боимся, что будем просто стрелять по вашим детям. Вот так это выглядит. Михаил, есть информация, стабилизируется ли гуманитарная обстановка в Херсоне, в области, в освобожденных территориях. Вот сегодня, например, Херсон первый поезд из Кима приехал, то есть, люди немного начинают возвращаться уже. Ну, какая там ситуация, есть ли возможность в ближайшие дни, сроки какие-то к улучшению? Давайте тут, ну, как бы разберем. Безусловно, смотрите, в отличие от России, мы крайне эффективны с точки зрения попыток восстановить услуги государства, или услуги, которые обеспечат жизнедеятельность людей, да, максимально короткие термины. Поезд это поезд, но, тем не менее, в Херсоне делается все. Туда подвозятся генераторы для того, чтобы люди получили возможность отопления, возможность освещения какого-то, зарядить те же телефоны и так далее, выйти на связь со своими родными. Туда подвозится гуманитарная помощь, туда подвозятся продукты питания, туда уже обратно восстанавливаются социальные услуги государства, то есть, это выплаты денег и так далее. Кроме того, в Херсоне, как пилотный проект, реализуется вот большая концепция под названием пункты незламности, то есть, там, когда будет достаточно тяжело, ну, например, не везде будет восстановлен свет, отопление и так далее, будут созданы места, где можно будет прийти в тепле, находиться, получить продукты питания, получить какие-то другие услуги, получить доступ к услугам связи и так далее. То есть, конечно же, государство Украина, в отличие от государства под дивным названием Российской Федерации, старается максимально выполнить функции государства и обеспечить людей надлежащим объемом услуг, которые государство должно предоставлять. Прежде всего, это услуги по отоплению, обогреву, освещению, водоснабжению, продуктами питания и другими социальными услугами. Мы все это делаем, и Херсон очень быстро и быстро пытается исправить все то, что там наворотила оккупационная администрация, которая, убегая, еще раз подчеркну, смотрите, они мало того, что подорвали два ключевых городских трансформатора, которые обеспечили, собственно, Херсон, 300-тысячный город электроэнергией и отоплением, так они еще разворовали в полном объеме смысла этого слова, разворовали склады продовольственные, вывезли все, что можно из магазинов и так далее и тому подобное. То есть Россия — это страна, которая является абсолютно сегодня... Мы, кстати, это мало употребляем. Нужно говорить «Россия» — синоним слова «массовое мародерство и воровство». Не просто убийство, но эта страна — вор. То есть, грубо говоря, я бы хотел еще, чтобы мы с вами фиксировали постоянно на тросном пространстве синоним слова «Российская Федерация» — неуважительное слово «вор». Вот эта страна является мародером и вором. Что касается стабилизационных мероприятий на освобожденных территориях Херсонской и Николаевской области, какими темпами они продвигаются, насколько заминирована территория, какие военные преступления России вскрываются на освобожденных территориях Николаевщины и Херсонщины? Начну со второго. Безусловно, скрываются военные преступления. Есть места, скажем, где максимально объемно издевались над гражданами Украины, потому что, в принципе, мы с вами уже неоднократно в эфире обсуждали, что количество коллаборантов, в отличие от 2014 года, существенно меньше. Это 5-7% максимум людей, которые готовы писать доносы на своих соседей, таким образом поощряя российские оккупационные власти убивать их. Так вот, есть места, где проводились пытки. Где издевались над людьми, садистки издевались, зверски издевались. Есть места, где есть массовые захоронения, уже эксгумированы, там 63 или 93 уже тела эксгумированы. Мы общее число, конечно, тел, которых обнаружим, пока не готовы сообщить, потому что работа только начинается. Вы правильно сказали, что это вторая часть, да? Это то, что территория абсолютно в полном объеме заминирована. Это все, что касается и коммуникационных линий, и канализационных линий. Это все объемно заминировано. Территория вокруг Херсона заминирована. То есть Россия — это же государство циничного типа, да? То есть они, уходя, убегая, трусливо убегая, они везде ставят тысячи или десятки тысяч мин, которые направлены на убийство мирных жителей. Вот эта работа сейчас ДСНС, Министерством внутренних дел, активно ведется. И, кстати, не только в Херсонской области. У нас абсолютно точно до сих пор еще идет разминированная Черниговская, Сумской области, Харьковская область тотально заминирована и так далее. То есть это примерно 35-40% территории Украины так или иначе заминированной требует... Это миллионы мин. Знаете, вот когда мы говорим «заминированная», это не просто там одна-две мины, которые надо убрать. Это миллионы мира. Это вопрос месяцев, а то и лет разминирования этой территории. Вот, грубо говоря, мы когда говорим о России и о войне, нужно понимать, что более омерзительной страны на сегодняшний день не существует. Она мало того, что обворовывает все, что можно, мало того, что она убегает трусливо, а потом обстреливает нашу энергетическую инфраструктуру, так они еще и максимально жестоко все минируют, понимая, что это дети будут идти в лес, допустим, и взрываться на этом. То есть когда вы будете в следующий раз слышать слово «РФ», вы должны понимать, что более омерзительной страны, наверное, на сегодняшний день в мире не существует. Я хочу, чтобы мы это всегда подчеркивали, фиксировали это в сознании людей, в том числе наших партнеров, чтобы они понимали тип войны, которую ведет Российская Федерация. Но тем не менее, разминирование идет активно, партнеры помогают, предоставляют соответствующую технику. Ежедневно объем разминирования составляет десятки тысяч мин тех же. Я думаю, что через какое-то время Херсон станет более-менее приспособлен к тому, чтобы там можно было комфортно существовать. Да, ну вот Россия свой цинизм уже ничем не прикрывает, уже абсолютно даже на словах. Вот, например, Кремль устами Пескова прямым текстом говорит, что причина ракетных ударов по Украине – это из-за ее нежелания идти на переговоры. Ну, видимо, я еще забываю добавить, что нежелание идти на переговоры на условиях России. Но вопрос переговоров, насколько он вообще может быть актуален вот в этих условиях, которые сейчас создались именно вот на фронтах Украины? Первое. Господин Песков является военным преступником. Мы можем делать вид, что как-то этого не понимаем. Юридически этот субъект зафиксировал свое соучастие в умышленном действии под названием геноцид украинского населения. И, соответственно, обстрелы, умышленные обстрелы энергетической инфраструктуры – это, собственно, и есть проявление нарушения международного гуманитарного, подчеркиваю, права. Это даже не международное право или военные конвенции те или иные, а это международное гуманитарное право. Вот этот субъект зафиксировал свое личное. Ну, он умерзительно выглядит, естественно, но, тем не менее, он даже зафиксировал в юридическом смысле слова зафиксировал соучастие в военном преступлении. Это первое. Второе. Российская Федерация никогда не предлагает никаких переговоров. Российская Федерация использует слово «переговоры» в информационной кампании для того, чтобы сказать, смотрите, мы тут убиваем людей массово, мы тут разрушаем им энергетику, но, тем не менее, мы хотим мира. То есть мы хотим, чтобы о чем-то там говорить. На самом деле, ни нам напрямую, ни где-то серьезно. Они не предлагают мир, потому что мир состоит всего из двух фаз в данном случае. Это же эти субъекты, как это, соплеменники или сограждане, я просто не знаю даже, называть ли их цивилизационными словами, да, юридическими, вот эти же субъекты вторглись на нашу территорию и убивают наших граждан, правильно? Нет уже того, что Украина куда-то вторглась, Украина что-то делает и так далее. Так вот, чтобы начинать мирные переговоры, как говорит, выражаясь вот этот субъект по фамилии Песков, необходимо сделать две вещи. Первое. Закончить крылатыми ракетами. Я понимаю, что он, наверное, будет допускать ошибки в произношении слова «крылатые ракеты». Вы посмотрите на произношение этого субъекта. Так вот, закончить крылатыми ракетами, обстреливать территорию Украины. И второе. Вывести свои войска с территории суверенного государства. И после этого ты можешь предлагать мирные переговоры. Какие-либо. На сегодняшний день Российская Федерация использует слово «переговоры» как информационную кампанию, а на самом деле она предлагает либо, либо, либо вы садитесь за стол переговоров, и принимаете хотя бы временное перемирие, а мы за это время потренируем своих войск, расскажем, что вы продолжаете бомбить детей Донбасса, да, у них же там пунктик есть какой-то. Ну, то есть люди глупые всегда думают, что все остальные такие же глупые, как они. И они будут рассказывать эти свои пропагандистские мифы дальше. А после этого мы начнем с вами следующий этап войны, когда мы где-то найдем оружие, потому что сами мы ничего не умеем делать, а тренируем своих мобилизованных, и мы дальше полезем к вам, потому что нам нужно забрать там дальше следующие города, ну или, по крайней мере, их разрушить. Вот что означает переговоры от России. Или вы сразу примете ультиматум, и мы зафиксируем территории, которые мы у вас аннексировали, мы будем считать их нашими. Ну, нам с вами это не устраивает. Почему? Потому что мы прекрасно понимаем, что Российская Федерация — это государство с низкой, с низким качеством жизни внутренним. Посмотрите на эти убогие, нищие города Российской Федерации, да, они живут в дерьме. В прямом смысле слова, извините за такие грубые выражения, но, тем не менее, они живут в дерьме, да. Так вот эти субъекты приходят к нам, да, и говорят, смотрите, мы будем вас тут всех убивать, пока вы нам не отдадите там следующие города. И будут это делать каждый год. Еще раз, нету концепции «мир в обмен на территории». В 2014 году Украина, к моему огромному личному сожалению, допустила ошибку, согласившись на концепцию, предложенную нашими внешними партнерами, а давайте вы отдадите им Крымский полуостров, отдадите им часть Донбасса, и таким образом получите стабильный мир. Вот за эту ошибку мы платим сегодня тысячами жизней мирных граждан и наших ребят-военнослужащих. Я думаю, что ни вы, ни мы не захотим повторить эту ошибку. И, соответственно, Российская Федерация должна проиграть. Это единственный способ действительно закончить эту войну. Все остальное – это от лукавого. Про российские манипуляции, вот эти удары по инфраструктуре, они же, очевидно, думали, что как-то украинцы взбудоражатся, выйдут на протесты, будут тоже подталкивать свою власть к переговорам. Но этого не случится и не будет, и не случилось. Как Россия еще пытается влиять на общественное мнение в Украине? Как использует она те же механизмы, которые она использует для влияния, например, в той же Европе? Какие средства и сферы влияния у России еще остались, если такие остались? И как, самое главное, им противостоять? Первое. Россия не оставила попытку повлиять на наше общество, потому что она его не знает. Я надеюсь, вы сейчас сказали очень мудрую вещь, что наше общество приняло для себя решение, несмотря на тяжести, а нам тяжело. Давайте объективно. Не надо делать вид, что нам просто, мы не должны бравировать тем, что мы не испытываем никаких сложностей в связи с частными отключениями той же электроэнергии, отопления и так далее. Да, нам сложно. Нам очень сложно, когда наши дети сидят в бомбоубежищах. Нам очень сложно, когда они не могут даже в школы ходить, когда у нас не работают производственные предприятия, когда у нас часть общества вынуждена уехать в другие страны, потому что реально есть проблемы войны. Нам сложно, но вы абсолютно правы. Я надеюсь, что так думаете не только вы, а практически все наше общество, что мы должны это выдержать, и мы не будем требовать какого-то выполнения российских ультиматумов. Это очень важное условие. Это первое. Второе. Россия практически не готова влиять никак на нас, кроме обстрелов энергетической структуры или газовой инфраструктуры и так далее. Это единственное у них козырь. С военной точки зрения, с информационной, с пропагандистской, они здесь проиграли. Тотально проиграли. Россия здесь является страной-изгоем, страной, к которой никогда никто тепло не будет относиться. Вы знаете, вот эти субъекты дивные приезжали на переговорный процесс, на первый, второй, третий, четвертый этап, и на полном серьезе рассказали, смотрите, а разрешите там русский язык, допустим, разрешите там русские школы и так далее. Потому что на самом деле у вас там всего 5000 нацистов, которые запрещают любить Россию, потому что у вас вся страна, 98% населения любит Россию. Смотрите, это нонсенс. Сейчас 98% просто люто ненавидят Россию, и это объективно, эмоционально оправданно. Поэтому на нас влиять они не могут, и нам тут нечего противодействовать, кроме делать ту работу, которую вот вы прекрасно делаете, показывая, что такое современный российский неонацизм, и что такое современная Российская империя, которая пытается просто убивать других людей. Что касается Европы, здесь более сложный вопрос. Действительно, Европа, в отличие от нас, она не страдает напрямую от войны. У них немножко там повышается стоимость жизни, у них повышается стоимость электричества. У нас его нету, мы тотально сидим в подвалах без света, но мы говорим, будем воевать до конца. А у них немножко цена возрастает, и они начинают говорить им, смотрите, ну, наверное, надо согласиться с агрессором и что-то ему уступить. Вот Россия делает ставку на нежелание на полтора процента ухудшить качество жизни в Европе. Они будут информационно работать там, в Европе. Поэтому там наша работа должна как раз-таки тоже быть активной. Мы должны объяснять европейцам, смотрите, ну, имеется в виду нашим партнёрам, обществам стран наших партнёров, мы должны внятно объяснять. Мы, Украина, не готовы проигрывать, мы не готовы капитулировать, несмотря на то, тем более, что у нас военная инициатива в руках. Мы не готовы разменивать свою свободу на какие-то хотелки Российской Федерации. Мы заплатили большой объём крови своих сограждан. Мы не хотим в память о них проигрывать эту войну, имея, ещё раз подчёркиваю, инициативу. Мы должны будем постоянно это говорить нашим партнёрам. Да, тяжело, всем тяжело, но только у вас тяжесть жизни, вот это увеличение стоимости коммунальных услуг на 12%, оно связано не с тем, что война за свободу идёт в Украине, оно связано с тем, что вы в своё время захотели иметь энергетическую монополию под названием Российская Федерация. Так давайте эти две войны, причём в основном за счёт Украины, мы правильно закончим. Вот это нужно объяснять нашим европейским коллегам и нашим европейским партнёрам. Мы это и будем с вами делать. Михаил, в одном из недавних ваших интервью вы затронули тему, что есть необходимость правильного подхода в очищении Украины от организаций, движений, политиков, которые многие годы фактически финансировались из Москвы. И мы знаем, что до сих пор существуют в Украине политики, которые ещё до 24 февраля поддерживали, активно поддерживали политику Путина. В своё время был вот такой проект под названием «Люстрация». Он, к сожалению, оказался малоэффективным, возможно, даже последствия его малоэффективности, они как раз и привели к тому, что началась полномасштабная война. Как вы считаете, как действительно нужно провести вот этот процесс очистки и корректно, но и эффективно? Так как вчера и позавчера отработал Национальный олимпийский комитет, и общественное давление обеспечило возможность более-менее получить сбалансированные, я понимаю, что там есть ещё, может быть, какие-то нюансы, но тем не менее сбалансированные общественные организации. Смотрите, я, честно говоря, как бы считаю, что да, Россия долгое время вкладывала, это был выбор определённого числа наших граждан, искренне поддерживать Российскую Федерацию на территории другой суверенного государства. На самом деле это была особенность нашей политического процесса, что-то в кулуарах делать, получать какие-то деньги, рассказать какие-то сказки. Сомнительно, конечно, что тот же, например, субъект под дивной фамилией Рабинович, я имею в виду, был такой, помните, у нас депутат народный, что он искренне хотел продвижения каких-то российских нарративов. Это просто человек, который хотел каких-то денег, которые Российская Федерация платила. Мне кажется, что мы должны стать более прозрачными, вот в целом более прозрачными, более конкретными, когда мы говорим, что это Россия и это неприемлемо для нас, и таким образом не разрешать наличие партий пророссийски ориентированных. Это очень важно, да, но это должен быть общественный консенсус. Общество созрело, общество созрело для того, чтобы ставить определённые вопросы тем или иным политическим, технологическим проектам. К сожалению, у нас очень мало идеологических партий, которые имеют там укоренившиеся ценности, да. То есть нам необходимо перейти к другому типу политической, публичной политики как таковой. Это большой процесс, который только начался во время этой войны. И я надеюсь, что по итогам этой войны никто не позволит себе сказать, вы знаете, знаете, это всё на самом деле не так, мы, наверное, всё-таки должны, мы же соседи и так далее. Я думаю, что будет понятно, идеологически тоталитарные страны, авторитарные страны неприемлемы для свободных стран в качестве соседей. Ну, имеется в виду физиологически или там географически они могут быть соседями, но с точки зрения каких-то обменов информационных это неприемлемо. То есть я считаю, что должно быть так, запрещено всё, что касается пророссийской политической активности, запрещено всё, что касается российской информационной проактивности, всё должно быть запрещено. А люди, которые сейчас еще во время этой войны не поняли, что они должны уйти на пенсию политическую, нужно, наверное, вот так, как делал Национальный Американский Комитет, публично им объяснить. Общество должно быть в этом активно. И, вы знаете, я скажу, что постоянно общаясь и с представителями журналистского общества, и с представителями просто нашего общества, я уверен, что переоценка ценностей произошла. Это системное изменение понимания, что для нас важно, а что для нас вторично. Спасибо, Михаил Подоляк, антикризисный советник главы Офиса президента Украины был с нами. Мы обсуждали вопросы ситуации и в Херсоне, гуманитарные ситуации в Херсоне, ну и в целом, как происходит так, что Россия продолжает пытаться влиять на украинское общество посредством разных способов. Спасибо, Михаил.